Всем привет, дамы и господа! Продолжаем, так сказать, просьбу и пожелания моей команды о том, чтобы писать в необычных ракурсах, в необычных видах и самое интересное про не самые обычные машины, а именно к нам приехал совершенно новый Range Rover в комплектации автобиографии, кто не знает, это прям максимальный жир, это супер-мега комплектация, вот, и, конечно же, на нее нужно было сделать настоящий мощный комплект. Кстати говоря, здесь стоит сноуборд и сегодня вообще про него не будет ни слова сказано, хотя нет, в конце кое-что скажу. Это новый Range Rover 2023 года выпуска, он прям совершенно преобразился, выглядит просто-напросто невероятно и мне, честно говоря, такой дизайн нравится. Да, стали тонкие задние фонари, головная передняя оптика тоже, как мне кажется, за счет лазеров как-то схуднула и в целом он стал таким каким-то более прилизным, что ли. Но я думаю, что здесь они использовали технологии, которые, опять же, использовали в Velary, потому что у нас теперь выдвигаются ручки, у нас теперь выпирают по бокам только боковые зеркала и весь он такой сосредоточен. Несмотря на то, что все фотографии, которые мне встречаются, а именно рендеры, они матовые, сегодня у нас машина будет глянцевая, но не полностью, вы скоро узнаете, о чем я говорю. Итак, полностью кузов защитили в Lumar Gloss, лобовое стекло забронировали клярплексом обязательно, внутренние пороги, пороги, кто не знает, полностью до замка, до самого запирающего механизма обязательно нужно заклеивать, некоторые предпочитают внутренние пороги ограничиться там полоской, вот, я же рекомендую заклеивать, конечно же, до замка. При этом, кстати, у нас был клиент, даже не один клиент, а много клиентов, которые заклеивали внутренние пороги вплоть до крыши, особенно это касается матовой пленки, когда все превращается в мат, чтобы внутренние пороги не были глянцевыми, их тоже можно защитить в матовый полиуретан. При этом цвет в документах менять не нужно. Так, окантовка решетки радиатора Lumar Platinum Mat, то есть, да, у нас Range Rover всегда славился вот этой фирменной решеткой радиатора, и мы ее защитили в матовый полиуретан. Хотя обычно все выглядело ровно наоборот, весь кузов в мат, а решетка радиатора оставалась глянцевой. Но здесь мы ее сделали матовой, и это, по-моему, сработало, потому что выглядит это очень интересно. Ну, обо всем по порядку. Накладки передних дверей, накладка крышки багажника, накладки крыльев, накладки внутренних порогов. Все это защитили также в матовый полиуретан, и получился такой эффект шлифованного алюминия. Вот это вот такой дорогой качественный эффект, и очень-очень это красиво смотрится, действительно контрастирует с глянцевым кузовом, и защищено красиво и надежно. Сенсорный экран и панель управления мы защитили в Lumar Gloss, хотя на одном рейндж-ровере мы заклеивали даже панель управления и экран в матовый полиуретан. Просто наш клиент хотел, чтобы все было в матовом полиуретане, это интересный проект. Мне, честно говоря, очень нравится, как это выглядит в матовом полиуретане, но также нравится, как и в глянцевом, поэтому это чисто дело вкуса. Зона вокруг селектора АКПП защитили матовым полиуретаном. Да, здесь у нас изменилась зона АКПП, то есть она уже выглядит по-другому. Она, конечно, унаследовала какие-то знакомые нам элементы с прошлых поколений рейндж-ровера, но, на мой взгляд, это совершенно уже другая история, потому что у нас пропала шайба. У нас пропала шайба, у нас теперь есть непосредственно полноценный селектор. Это вообще, честно говоря, выглядит очень похоже на BMW. BMW, сама вся консоль очень похожа на BMW, потому что у BMW, особенно F-15, да, здесь снова я про свою машину. Не вставляй это, пожалуйста. Слева селектор, справа управление мультимедией. И в рейндж-ровере, я смотрю, сделали примерно так же. Выглядит очень интересно, при этом сам экран при этом стал огромный, он теперь не встроен в тропедо. Он теперь очень похож, честно говоря, на экран Теслы. Ну, реально похож. Вот. Остались эти летающие аэрокруги управления климат-контролем, что вообще классно. Я помню, как мы разработали эту систему, чтобы заклеить и под этими кругами, чтобы ничего не мешало работе. Но при этом защищено все было. В общем, выглядит просто-напросто потрясающе. При этом, да, сейчас уже это не аэрокруги, это такие больше какие-то классические потенциометры. И все, конечно, великолепие загорается и светится и выглядит непосредственно при включенном автомобиле. Хотя на Виларе это смотрелось даже эффектнее, на мой взгляд, даже когда машина была полностью выключена, и там ничего не горелось, не подсвечивалось. Ну, тем не менее. Также мы защитили планшет заднего пассажира с рамкой, тоже Lumar Gloss. По всей коже салона мы сделали керамику. Ну, машина новая, сделали химчистку и защитили керамикой, чтобы это все оставалось новым как можно дольше. И сделали тонировку задней полусферы в 15%. Продолжение следует... Что я хочу сказать? Машина очень-очень интересная, машина необычная. Несмотря на то, что издалека начинаем смотреть, ну, как бы просто мы видим ранжровер, мы сразу понимаем знакомые черты, знакомые элементы, и сразу понятно, что этот ранжровер. Но когда смотришь на него уже вблизи, видишь, как много поменялось, все стало более футуристичным. Да, очень много привнес сюда Вилар, но это ранжровер. Кстати, на ранжроверах мы также защищали, помимо всего глянца, еще элементы управления на руле, вставки в дверные карты и вообще-вообще весь глянец, который только можно. Поэтому много защиты на ранжровер действительно не бывает, и мы знаем, о чем мы говорим. Поэтому, да, через буквально пару мгновений будут финишные кадры. Но если вы уже досмотрели до конца, то, пожалуйста, поставьте лайк, напишите любой комментарий. Нравится вам, не нравится, как вам новый формат, как вам новый ранжровер. Вот, это очень поможет нам в продвижении и мотивирует нас на создание нового интересного контента. Все, через три секунды будут финишные кадры. Субтитры сделал DimaTorzok Исправляясь про видео с рейнджровером, я ничего не сказал про эту доску. Я очень много люблю говорить про матовые пленки полиуретановые, и на этой доске инсталлирована Lumar Platinum Mat, матовая полиуретановая пленка. Я отъездил уже на этой пленке два сезона. Все думают, что это доска новая. Она вообще ни разу не новая. Более того, я на ней имел неосторожность покататься некоторое время без защиты. Это было опрометчиво, поэтому пару маленьких царапин она имеет. Но сейчас она полностью защищена. Выглядит она как новая. Среди остальных досок, когда бросаешь свою доску рядом с каким-нибудь шале, чтобы попечить, Видно сразу, что твоя доска сильно выделяется, потому что она в идеальном состоянии, она горит, сияет, и все думают, что ты только ее купил. Такой приехал и всякое такое. Хотя доске уже почти два года. И два сезона на ней прям нормально так покатались. Поэтому пленочка-то работает. Не только на машине. Имейте это в виду. Продолжение следует...